Вообще о церкви как обустройстве. Приступая к нему камню живому, человеком отверженному, но Богом избранному, драгоценному. Про Иисуса Петр говорит, как камень, который в Библии назван краеугольным для строителей. Камень от того, от которого можно начать строить. Как рэпер, от чего можно начать ориентироваться. Для меня вот это представляет. Как строить рэпер, от чего начинает. Слово ноль мне не нравится, потому что я не могу сказать, что Иисус это ноль. Просто я представлю, что я тематически воспринимаю, это такая штука, от которой систему крови. От чего начинается? От чего-то отчетка. Это из физики больше. Это камень, от которого начинается все. И потом и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христовым. Мы камни. Для меня церковь, это камни. Тут ничего не сказано про формы этих камней. Вообще какие они должны быть? Крупные, квадратные. Стояйте, начинайте строить. Есть эталон, от которого начинаем и начинаем. И для меня было долгое время, чтобы камень хорошо лег. Один камень вот тут ляжет хорошо, другой формула его подходит вот здесь. Каждый на своем месте. И тогда это прочно. И тогда это конструкция, которая будет стоять. Если мы начинаем... Нет, 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 нет. Я не хочу быть этим камнем. Меня поставьте, пожалуйста, ближе к колокольне. Я не знаю. Я хочу купол держать. Тоже такой интересный вопрос. Откуда это будет исходить-то? Хочет каждый там стоять или где-то в том углу, в том углу колокольку. Как мы себя ведем иногда в обществе. Я хочу. Какой мы член тут смотрим? Это кажется, что это... Права качают выражение. То есть права качают, это та ситуация, когда человек хочет забраться повыше в пирамиде общества. Ну, это может быть. Или что-то другое. Когда человек, допустим, вот, он искренне считает у него предназначение в одном образе печь пироги, например, хочет. А его заставляют, чувак, нам сейчас не нужны пироги, нам нужны подметки от сапог. Давай ты будешь делать эти подошвы для сапог. У нас, ну, как бы, потребность сапога на рынке, решают потребность в сапогах, а пироги не нужны. А он ненавидит эти сапоги делать. Он хочет это вроде как на горизонтали, на одной, да, никто никого не выше. Призвание. Он хочет пироги делать, а его заставляют делать сапоги. Вот такие ситуации гораздо более. И вот он уже не на месте, да, и уже конструкция шаткая. Он так, что может делать плохие сапоги. Он что-то делает или еще что-то. Я бы это тоже сравнил еще как с организмом. Получается, каждый, каждый, кто-то что-то. Кто-то сердце, кто-то легкий, кто-то печень. Да, да. Это нам. Как раз тогда на прошлую... На проповеди. Да, на проповеди сказал, что, да, если человек будет заниматься, сердце скажет, а я не хочу быть сердцем, я хочу быть печенью. Да, я говорю, чего пузырь будет. А, вот это экология-то, да. И получится так, что, нет, просто-напросто... Он будет просто-напросто выполнять эти услуги. Ну, умрет тело. Человек умрет, в общем. Да. Предназначение. То есть, организмом какие-то процессы включился, которые на место поставили, да, вот такие клетки. То есть, есть система, которая облегает, иначе бы там все развалилось, и сердце бы передумало бы сердце, и так далее. Да, да, да. Но иногда в обществе же так себя реагируем. Вот тут человек, Даталья, доктор, не даст соврать. Вот организм, по-моему, убивает те клетки, с которыми что-то не так. Да. Иммунитет, да. Т-кельнер они убивают. Вот. Лейкоциты он окретывает, да, если существует. Да, это лейкоциты, да. Ну, насчет предназначения, тут же важно не только вот как-то думать, что вот я хочу быть тем-то, да, нужно как-то, чтобы это соответствовало реальности, потому что можно думать, что ты там писатель великий, да, и так вот книги не написать, но избегать всевозможной другой работы. Ну, это да, это иллюзия. То есть, с одной стороны, нужно искать то, что нравится, подходит и хорошо получается, с другой стороны, бывает, что нужно выполнять работу, которая нужна сейчас. Может, мне это не нравится, может, мне это плохо получается, но это нужно, например. Ну, кушать хочется. Деньги заработать, либо чтобы там кому-то помочь, допустим, да. И тут бывает, что это какое-то очень правильное быть смирение и работа над собой просто, ну, как служение, выполнять какую-то работу, которой, может быть, ты даже сопротивляешься, но ты через это можешь как-то очищаться и, ну, как-то подвига, может быть. Смирение, да, хорошо. В общем, надо делать то, что сейчас нужно. Я говорю про вот эти вещи, что если это какими-то рамками времени, например, ограничено, то есть человек вообще понимает, что он там, ну, образно выражаясь, два месяца или год будет делать что-то то, что ему вообще-вообще не нравится, вот, это еще как можно увидеть, что если потом-то он, ну, грубо говоря, придет ко своим пирогам потом, да, сапоги. Что это путь к пирогам. Да, путь к пирогам. Я про горизонтальный путь, я не говорю про эти гальные вещи, начало, типа, я не хочу тут убиливать доски, а хочу быть депутатом всей депутатом. Нет, не про это, а про то, что, типа, что у меня предназначение. Про предназначение. Нам нужны сапоги сейчас или нет, нам нужны ружья, линтовки, типа, делать, порох, патроны, врагов убивать. А я не люблю делать порох, патроны, я не люблю убивать врагов, это же больно будет. Я хочу печь пироги, все, у меня предназначение такое. Тогда, возможно...